У нас Олег Парахин, генеральный директор кадрового холдинга «Элит», обладатель степени MBA, это магистр делового администрирования. И Олег сегодня поделится с нами очень интересной и важной для каждого предпринимателя темой, наверное, это организационная структура, как план развития успешной компании. Это прямо одна из ключевых тем, потому что самое главное в бизнесе – это команда. Как правильно выстроить команду, сегодня нам в ближайшие час-полтора будет рассказывать Олег. Рад приветствовать всех на нашем вебинаре. И спасибо Алексею, который представил так хорошо меня, мне даже не осталось, чем дополнить это. И сегодня мы с вами проведем вебинар из цикла управления. Я расскажу вам об организационной структуре, как плане развития успешной компании. Ну, дополню немного тем, что я являюсь сооснователем Казахстанского института управления проектами, член PMI Education Kazakhstan, являюсь членом Координационного совета Ассоциации консультантов по персоналу, который объединяет крупнейших игроков постсоветского пространства, крупнейших игроков кадрового рынка. Ну и, в общем-то, на протяжении более 10 лет являюсь владельцем бизнеса и управляю им. Несколько слов о нашей компании. Кадровый холдинг элит – одна из первых кадровых компаний в Республике Казахстан. Образована в 1997 году и уже более 20 лет мы представляем услуги в сфере управления персоналом. Мы представлены на рынке Казахстана во всех крупных городах, а также в трех центрально-азиатских государствах – это Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Среди наших клиентов – крупнейшие транснациональные корпорации мира, ну и большое количество, конечно, казахстанских компаний, с которыми мы долго и плодотворно работаем. И поэтому сегодня я вам расскажу о том, какую систему я нашел, какую систему я внедрил, потому что я считаю ее успешной, я ее полностью уже опробовал на своей компании. Я не являюсь профессиональным тренером, лектором, я бизнесмен и живу именно этим. Поэтому я рассказываю вам именно свой успешный опыт. И я расскажу вам сегодня о том, каков оптимальный набор и точная последовательность функций, которая обязана выполняться в любой компании для ее успешного развития. Ну и для начала нам предстоит разобрать несколько понятий, которые нам пригодятся для дальнейшего понимания материала. И первым понятием я хочу разобрать организацию. В данном случае, в данном контексте организация – это определенный набор функций, которые выполняют отдельные сотрудники или целые подразделения, осуществляя при этом согласованное взаимодействие, направленное на достижение целей. Здесь надо обратить внимание на три ключевых момента. Это определенный набор функций, это отдельные сотрудники или целые подразделения и согласованное их взаимодействие. Ниже есть слайд, показывающий то определение, которое мы только что разобрали. Это организация. Мы видим здесь есть определенные функции. Это функция руководителя, человека ответственного за рекламу, менеджера по работе с клиентами, снабженца, механика по ремонту – это все определенный набор функций. Эти функции, как показано на слайде, выполняются отдельными сотрудниками или целыми подразделениями, потому что какие-то функции в одиночку выполнять нецелесообразно, и между ними существует согласованное взаимодействие. Мы видим, что ответственность за рекламу передает менеджеру по работе с клиентами новых клиентов. Тот, в свою очередь, механику по диагностике передает автомобильную диагностику. Дальше механик-снабженцу передает заявку на запасные части и так далее. И в итоге мы получаем исправленный автомобиль. Вы знаете, существуют виды деятельности и даже бизнеса, которые существуют не в форме организации, и это не означает, что это плохо. Это абсолютно нормально, и можно привести кучу хороших примеров. Давайте вот просто, ну, близкий мне пример – это адвокат. Адвокат, который ведет частную практику. Он сам занимается собственным развитием, сам рекламирует себя, сам занимается привлечением клиентов, оказанием услуг с производством собственного продукта, сам занимается, ну, каким-то пиаром. В общем, ему не с кем согласовывать свои функции, не с кем взаимодействовать в этом процессе. Он в одном лице достигает своей цели. Я знаю много успешных ребят, которые вот таким образом живут и процветают. Но у этой модели один недостаток. Эта модель не позволяет нам развиваться, развиваться, масштабироваться, потому что у одного человека всегда ограничен ресурс. Давайте возьмем каменщика. Самый универсальный, самый профессиональный каменщик, к примеру, может положить в один день 500 кирпичей. И это предел его физических возможностей, он больше не может это сделать. Поэтому нам необходимо, чтобы больше производить, нужно два каменщика, три каменщика и так далее. То есть нам нужно разделить эти функции между отдельными сотрудниками для того, чтобы увеличить свои производственные мощности. Вот и все. Тут очень простой принцип. Поэтому если мы хотим развиваться и масштабироваться, мы должны строить организацию. И у организации есть свои принципы, о которых я вам сегодня расскажу. Идем дальше. Следующее понятие, которое мы разберем, это функция. Функция – это определенный вид деятельности или обязанность сотрудника или подразделения. Мы до этого говорили с вами, что организация – это определенный набор функций. Так вот, функция – это определенный вид деятельности, обязанность сотрудника или подразделения. Думаю, что здесь все понятно. На самом деле функции бывают большими, как государственные какие-то функции, маленькими, как функция, может быть, водителя или офис-менеджера. Некоторые функции могут выполняться, одна функция многими людьми, ну, к примеру, бригада каменщиков, как мы говорили. Да, одна функция выполняется многими людьми, а бывают функции, когда один человек выполняет много функций сразу. Я думаю, что если среди нас есть руководители, генеральные директора, владельцы, то много многостаночников, таких ребят, которые в одном лице выполняют большое количество функций. Поэтому думаю, что с этим определением будет все понятно. Ну и дальше, надо сказать, что в организме, я хочу сравнить организм человека с компанией. Как есть определенная структура строения человека, так есть и структура компании. Это то, к чему мы сейчас в дальнейшем подойдем и разберем поподробнее. И в организме человека есть органы, каждый из которых отвечает за свою функцию. Так и в компании есть люди, каждый из которых отвечает за свою уже функцию. Что произойдет с нашим организмом, если один из органов перестанет функционировать? Ну, я думаю, что мы все понимаем, что произойдет сбой, как минимум, да, потому что каждый орган у нас занимается своим производством, и сердце не может заменить желудок, желудок сердца и так далее. И у них, у каждого функции индивидуальны. Точно так же и компания не может быть успешной без работы хотя бы одной важной ключевой функции. Как в организме человеческом все органы взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние друг на друга, так и в компании все функции взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние на друг друга. Давайте разберем на каких-то реальных примерах. Ну, вот, производство, у каждого оно свое, кто-то печет хлеб, кто-то оказывает услуги, выполняет обязательства перед клиентом. Сделаем плохо, получим недовольство клиента, получим негатив. Соответственно, хвалиться будет нечем. Ну, а может быть, еще и получим какую-то публичную критику. Что произойдет? Продавцам в дальнейшем будет сложнее продавать новый продукт, потому что уже будет какой-то негативный окрас информации на рынке. Финансистам, соответственно, не будет хватать оборотных средств, денег, потому что продавцы плохо продают и производству нечего производить, либо не на что производить. HR-подразделение будет сталкиваться с проблемой текучести персонала, потому что когда в обществе ходят негативные отзывы от компании, когда она нестабильна, когда она не может вовремя платить заработную плату, здесь и найм осложняется. Ну, а те, кто занимается контролем качества или контролем какими-то функциями, они постоянно тушат пожары от неквалифицированных действий сотрудников. Это еще раз показывает то, насколько все функции в компании взаимосвязаны. Давайте возьмем продажи. Решили отдохнуть, расслабились. Недостаточно привлекли проектов, либо заказов. Персонал оказался недогружен. Персонал недогружен, производство работает не на полную мощность, средств не хватает, людям становится скучно, нет возможности реализовать свой профессионализм. Ну и, соответственно, сложно найти амбициозных людей в такую команду. Их нечем заинтересовать. Происходит текучка и так далее. Третий пример, чтобы было лучше понятно. HR-отдел нанимает некачественный персонал и плохо организует рабочие места. Ну, сами представляете. Это головная боль для всех. Низкие результаты производства, критика клиента, сложности с продажами. Чувствуете, как это все взаимосвязано? Окей. Ну и последовательность движения всех этих функций, это создает определенный бизнес-процесс. Давайте сейчас посмотрим на бизнес-процесс, пока очень поверхностно, на его такой упрощенный вариант. Это бизнес-процесс обычного магазина. Давайте предположим, что это бизнес-процесс магазина одежды. Мы понимаем, что в первую очередь нам нужно обеспечить наличие какого-то ассортимента товара. И очень важно, чтобы этот ассортимент соответствовал сезону, ассортимент был широким, позволял клиенту как-то реализовать свои потребности в нашем магазине. И если эта функция успешно реализована, мы можем переходить к следующему процессу, рекламировать то, что есть у нас в магазине. Как конечный потребитель узнает, что у нас расширился ассортимент, есть новое поступление одежды, это как раз-таки и занимаются функции рекламы. Плохо сделаем рекламу, будем ограничиваться тем количеством посетителей магазина, которые будут проходить вне магазина, либо просто зайдут туда по нужде. То есть, опять же, очень важно, чтобы эта функция работала полноценно. Следующим этапом оформление витрин. Когда клиент попадает в магазин, мы должны сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно, чтобы у него была какая-то демонстрация вариантов цветового наполнения. Как скомбинировать верхнюю одежду с нижней, может быть, еще что-то. Ну и, в общем-то, те люди, которые проходят мимо магазина через красивую оформленную витрину, могут получить какое-то представление о том, что есть у нас в магазине. Не будет этого, конечно, это не смертельно, но при этом мы потеряем определенное количество потенциальных клиентов. Ну и, как мы говорим, если у нас все взаимосвязано в компании, можем потерять определенную часть дохода со всеми вытекающими последствиями. Следующий этап бизнес-процесса магазина – это раскладка товара. Мы знаем, что существует целая технология по раскладке товара, называется мерчендайзинг, где специалисты занимаются тем, чтобы правильно выложить товар на полку. Сделать так, чтобы клиент увидел этот товар, чтобы ему было удобно его потрогать, найти нужный себе размер. Например, чтобы клиент, пришедший за одной какой-то вещью, смог купить сопутствующий и ушел с полными пакетами. И если этого не происходит, ну опять же, конечно, есть такие магазины, где этого нет, и клиент испытывает определенный дискомфорт при поиске нужного ему товара. Ну это, опять же, сказывается на количестве приобретенного товара на среднем чеке от этого клиента. Следующий этап – это продажи. Это уже непосредственная коммуникация, ну менеджер по продажам, продавца-консультанта в магазине с клиентом, с потенциальным. И все мы знаем, как бывает хорошо, когда вежливый, такой радушный, внимательный продавец-консультант подойдет к тебе, расскажет о свойствах товара, может быть предложит еще что-то. Когда ты пришел за одним, а ушел действительно с целым набором каких-то вещей. И в противном случае, если мы видим безразличие продавца, мы можем, ну либо вообще ничего не приобрести, быть расстроенными посещением этого магазина, ну либо приобрести только то, что нам нужно. Ну и активизация клиентов. В упрощенном, я думаю, бизнес-процессе достаточно этого. Активизация клиентов – это работа с нашей базой данных клиентов. Мы ведь не хотим, чтобы к нам каждый раз приходил новый клиент и работать только с новыми клиентами. Нет, мы очень заинтересованы в новых, но мы должны работать и с теми клиентами, которые у нас уже были. И поэтому здесь должна выполняться функция по работе с базой данных. Мы должны напоминать клиентам о том, что мы есть, подогревать их интерес к нам, рассказывать им об акциях, которые у нас происходят, поздравлять с днями рождениями. Ну и, в общем, много чего можно делать с тем клиентом, который у нас уже делал приобретение. Ну и вот некоторые из тех функций, которые я перечислил, требуют нескольких часов в неделю. Некоторые из этих функций требуют ежедневно работы нескольких человек. А некоторые, может быть, раз в квартал или два раза в год. Но если будет упущена хотя бы одна из этих функций, то весь поток производства остановится, ну либо существенно затормозится. А как вы считаете, какие функции еще должны быть в организации, чтобы она могла расширяться и процветать? Давайте пообщаемся. Какие еще функции должны быть в организации, чтобы она могла расширяться и процветать? Контроль Филиалы Абсолютно согласен Абсолютно согласен Мы об этом поговорим дальше, и я расскажу Еще будут какие-то мнения? Хорошо, давайте двигаться дальше тогда. Ну и переходим, наверное, к основной части В общем, в поиске оптимальной системы, схемы, функции, схемы набора, функции компании Можете повторить Что повторить? А, я думаю, что нет смысла повторять вопрос. В записи вы все увидите, а мы уже двигаемся дальше, и я сейчас сам на него отвечу уже, ну, согласно той теме, которую сегодня я заявил. Да, запись будет. Итак, двигаемся дальше. И я нашел систему, состоящую из семи основных функций, которые и формируют, в общем-то, основной бизнес-процесс компании Ну и эти функции для удобства я буду называть, ну, либо подразделениями, либо департаментами И сейчас подробнее расскажу о каждой из них Вот в итоге я создал себе структуру компании, состоящей именно из вот этих семи основных функций Эти функции имеют свою нумерацию от единицы до семи, так как семь этих подразделений, семь основных функций И они расположены слева направо, именно так, как и происходит цикл создания нашего продукта И департамент, с которого начинается все наше производство, весь наш процесс, это административный департамент Здесь еще надо сказать, что у этих семи основных функций, семи департаментов классически предполагается три подфункции Такие три отдела Пока пусть будет использована эта аббревиатура, и я вам дальше расскажу подробнее, что именно, какие подфункции есть в этих подразделениях Итак, административное отделение, административный департамент Здесь находится учредитель, его заместители и все ключевые руководители компании И именно здесь создаются идеи о том, как будет действовать наша компания Формируются методы производства, сам продукт, идеи его продвижения, стратегического маркетинга, ну и планы работы всей компании Успех всей организации предопределяется успешностью идей, которые зарождаются именно здесь, в седьмом департаменте административном Давайте возьмем тех, кто уже занялся своим бизнесом, те, кто занимается предпринимательством Если вы вспомните то, с чего вы начинали, как раз таки выполняли функцию этого административного департамента Когда задумывали идею создания бизнеса, разрабатывали свой собственный продукт Предполагали, как вы будете продвигать его по рынку Как он будет помогать людям, понимаете? То есть вот эта основная идея, основная стратегия, основная база развития дальнейшего производства Закладывается именно в административном департаменте Следующий департамент, следующая крупная функция, это функция построения Я ее называю построение, вы можете ее называть HR, что в определенном смысле схожа Именно это отделение занимается наймом сотрудников, их введением в должность Я сейчас подробнее об этом расскажу И по сути строит нашу организацию То есть эту функцию выбросить никак нельзя Она является ключевой, фундаментальной в любой компании Ну и основной продукт этой функции Производящие свои продукты сотрудники, хорошо знающие свои обязанности И здесь есть три подфункции Это отдел по работе с персоналом Отдел коммуникаций И отдел инспекций Так вот, я хочу сказать, что все мы заинтересованы в том, чтобы нанимать качественный персонал И это как раз таки функция департамента построения Также мы заинтересованы в том, чтобы тот персонал, который мы нанимаем Максимально быстро начинал производить, выполнять то, для чего мы его наняли Не просто был отпущен в свободное плавание, там, давай сам разбирайся Как разберешься, так начнешь Мы заинтересованы, чтобы это было управляемо Чтобы это было в кратчайший период сделано Чтобы он стал тем механизмом, недостающим в нашем механизме компании Который помогает развиваться компании И это задача, опять же, HR-подразделения, ну, либо департамента построения, как я сказал раньше Разработка должностных инструкций Правильное введение в должность Адаптация сотрудника Всем этим занимается этот отдел Кроме того, он занимается обеспечением рабочих мест Качество рабочих мест, удобство рабочих мест для сотрудников Наличие интернета, компьютеров, программ И обеспечивает контроль за тем, чтобы все сотрудники знали, во-первых И умели применять все правила, регламенты, какие-то стандарты Которые существуют в наших компаниях В целях нашего семинара глубже разбирать вопросы HR Ну, это мой профильный вопрос, да Не предполагается, возможно, это будет тема отдельного какого-то вебинара Поэтому двигаемся дальше Следующий департамент и крупная функция Это функция распространения Можно ее назвать коммерческий департамент Это тот департамент, который отвечает непосредственно за продажу За рекламу, за привлечение клиентов За наличие информационных материалов И его главная задача, чтобы наши доходы были больше, чем расходы И здесь существует три подфункции Это отдел продвижения Ну, по сути, это маркетинг Наш клиент должен знать о том, что есть наш продукт Каковы выгоды этого продукта Каковы его сильные качества И отдел продвижения, который отвечает за маркетинг Он занимается формированием различных Ну, и проведением различных маркетинговых компаний Направленных на большое привлечение клиентов в нашу компанию Отдел понимания занимается тем, что доносит до клиента Специфику наших услуг Есть какое-то количество импульсных покупок Но, к сожалению, в основной своей массе Прежде чем перейти к решению о покупке Клиент должен разобраться в специфике вашего продукта или услуги И поэтому требуется большая работа Которая связана с тем, чтобы сформировать у клиента Понимание этого вашего продукта И без этого понимания Он просто-напросто может не перейти к решению о покупке Поэтому этому тоже нужно уделять внимание Ну, и отдел продаж Это непосредственно наши менеджеры по продажам Которые непосредственно коммуницируют с клиентом уже Которые работают над возражениями Работают с базой данных Работают с тендерами Ну, и в итоге, в общем, добиваются того Чтобы наши доходы были больше, чем расход Пока все понятно Есть какие-то вопросы на этом этапе? Отлично Хорошо, если что, записывайте вопросы Я постараюсь на них ответить в конце Либо как увижу Следующая крупная функция Которая должна быть в любой компании Это финансовая функция Финансовый департамент, так называемый И его основная задача Это сохраненные, учтенные Денежные и материальные активы компании И эта функция классически У всех у нас Тут можно даже особо не рассуждать на эту тему Состоит из трех таких подчастей Мы просто не всегда их раскладываем на эти части Но на самом деле есть функция Дохода, расходов и отдел учета Это непосредственно там, где формируются наши налоговые отчеты И различные отчеты руководства Ну, наша бухгалтерия Так вот, здесь надо обратить внимание на отдел дохода Отдел дохода отвечает за то, чтобы все деньги Наши компании были своевременно собраны И вот та модель, которую я вам сегодня описываю Она предполагает, что здесь же находится функция По сбору дебюторской задолженности Я хотел сделать на этом определенный акцент Потому что во многих компаниях С моей точки зрения Совершается определенная ошибка Или упущение Когда функцию по сбору дебюторской задолженности Поручают менеджеру по продажам Либо человеку, который отвечает за производство продукта На самом деле Я считаю, что это неправильно И объясню почему Потому что Как у менеджера по продажам Так и у специалиста, который производит Возможно, какую-то услугу или продукт Их задача Выстраивать отношения с клиентом В позитивном ключе В созидательном ключе Выстраивать с ним такие добрые Дружеские отношения Которые будут способствовать тому Чтобы клиент покупал у нас больше Чтобы он раскрывался Чтобы он сообщал нам о своих потребностях Чтобы он давал нам какую-то качественную обратную связь По качеству нашего продукта Если это касается производственного департамента И вот эта вот вся позитивная энергия Специалиста по продажам И производственного, допустим, специалиста Она разбивается О работу с дебиторкой Потому что это Радикально противоположное действие Это действие, которое Ну в таком В негативном, в общем-то, ключе Чаще всего происходит Как бы там ни было И поэтому мы рекомендуем Чтобы те люди Которые могут выстраивать отношения И заниматься продажами Привлечением новых клиентов Либо производством продукта Не занимались сбором дебиторской задолженности Я слышал возражения Что некоторые Ну говорят, что бухгалтер Не справится со сбором дебиторской задолженности Вы знаете На самом деле Как к этому вопросу подойти Мы разработали целый алгоритм Абсолютно простой алгоритм Где не надо там думать И принимать каких-то решений Согласно которому Действует наш сотрудник Занимающийся дебиторской задолженностью Сначала позвонил Может быть позвонил второй раз Написал письмо по почте Написал официальное письмо Там довел информацию до руководства Ну и может быть уже потом Вот эти меры воздействия Они как бы выходят на более высокий уровень И таким образом решается этот вопрос Понятно бывают ситуации В которых он упирается куда-то И там дальше решить не может Ну тогда он передает уже в юридический отдел Либо доводит эту информацию до руководства Но для этого он должен выполнить Ряд каких-то первичных процедур Поэтому в общем-то это работает И мы рекомендуем Чтобы сбор дебиторской задолженности Осуществлялся отдельным специалистом Ну и остальные отделы Я думаю понятно Отдел расходов формирует Различные бюджеты Прогнозирует расходы Отдел учета формирует Отчетность Ну и задача в общем-то Всего этого департамента Подразделения Это управлять деньгами так Чтобы хватало на все Что необходимо для деятельности И развития нашей компании Следующей Следующей важнейшей функцией Я считаю ее сердцем вообще любой компании Является производственная функция Производственный департамент Вот здесь на слайде технический Кому как нравится Этот департамент отвечает За непосредственное производство продукта Компании Производство услуг Производство товара И продуктом этой функции Этого департамента Является продукт всей компании То ради чего Вот все О чем мы до этого говорили Производилось Спасибо Я посмотрю Какой из них Так вот На это нужно тоже Очень внимательно посмотреть Производственный департамент Состоит из трех отделов Из трех очень важных функций Мы не всегда задумываемся над тем Что это так Но если вы присмотритесь Оно действительно так И по другому быть не должно И в первую очередь Это отдел планирования Любое производство требует того Чтобы его заранее запланировали Если эта функция отсутствует То по сути Она просто дублирует Результаты производства А в идеале Она должна Как бы быть драйвером производства Должна ставить Какие-то планы и задачи Если взять Мой бизнес Кадровый То Некоторые из наших услуг Имеют определенную сезонность Где-то Мы замечаем Какие-то Повышения спроса На наши услуги Сам по себе Рынок труда Он В первую очередь Реагирует на любые изменения Политические Экономические И наш производственный Ну Отдел Отдел планирования В производственном департаменте Он всегда следит За этими тенденциями И Ставит какие-то Разумные планы Так чтобы у нас Не было перекосов Синусоидных Каких-то Чтобы Наше Наше производство Всегда было загружено В полном объеме Следующий отдел Это отдел Отдел обеспечения Этот отдел Занимается тем Чтобы Снабдить Производство Всем Чтобы у него Не болела голова Он не отвлекался И он мог Спокойно Производить Это Если это предприятие Да даже и Услуги При наличии офиса Это Какие-то Коммунальные услуги Электроэнергия Интернет Если это Производство Это Какие-то Расходные материалы Вообще Сами материалы Комплектующие В общем Все что дальше Идет в производство По плану И там уже Осуществляется Ну и Следующая Крупная Подфункция Это отдел Производства Там непосредственно Где все это уже Производится Собирается Комплектуется Доводится до того Видов Которым Поступает В дальнейшем К нашему клиенту Очень важно То что Мы Может быть Где-то Неосознанно Но Так или иначе Всегда И строим Наше производство Таким образом Мы когда-то Где-то Его планируем Мы его обеспечим Потому что Если оно не будет Обеспечено Оно не сможет Быть произведено Ну если мы Напланируем Чего-то И не поставим Расходников Каких-то Ну о каком Производстве Может быть Речь Следующая Крупная Функция Очень важная Функция Я тоже хочу На нее обратить Внимание Это Функция Качества Вот здесь Она Квалификации Называется И Ее Основная Задача Продукт Этой функции Это Квалифицированные Сотрудники Компании Производящие Продукт Безупречного Качества Это Такой Аналог ОТК Советского Может быть Помнит Кто-то Отдел Технического Контроля Это Та служба Которая Обеспечивала Контроль Качества Продукта На выходе К потребителю До того Потребитель Ее Получит И Обеспечивала Сбор Данных Об уровне Удовлетворенности Клиента Той продукции Которая Поступила И Здесь Мы Тоже Все Так В департаменте Обеспечивает Контроль Качества Уже На этапе Когда Клиент Получил И Оценит Уровень Удовлетворенности Клиента Нашим Продуктом Ну И Бывают Ситуации В которых Мы Получаем Недовольство Клиента И Поэтому Этот отдел Занимается Улаживанием Таких Недовольств И Устранением Тех Ошибок Ну По крайней мере Обеспечивает То Чтобы Эти ошибки Были Устранены Следующий Отдел Обучения Это Такая Не совсем Стандартная Может быть На первый взгляд Версия Что Отдел Обучения Находится Здесь Но На самом деле Он Здесь Очень Нужен И Очень Хорошо Вписывается Потому Что Когда Мы Видим Отклонение От Качества Мы Создаем Определенные Правила Инструкции Дополняем Свои Технологии Которые Обеспечивают То Чтобы Подобная Ситуация Не Возникала У нас На Производстве Больше Никогда Но Если Мы Не Будем Этого Делать То Мы Будем Раз Из Раза Соприкасаться С Добавляются Какие-то Изменения В нашу Технологию Здесь Вот Уже Необходимо Донести Эту информацию До сотрудников И обеспечить Повышение Их квалификации В этой части Обеспечить То, чтобы Они Изучили Те Изменения Научились Их Применять И Реализовали В своей Практике Поэтому Вот Здесь Находится Этот отдел Обучения Повышение Квалификации Ну и Следующий Отдел Совершенствования Мало Обнаружить Неоптимальность Мало Найти Способ Устранения И обучить Людей Необходимо Иметь Структуру Или функцию Которая Будет Добиваться Того Чтобы Все Те Программы По совершенству Наши Продукты Чтобы Они Были Реализованы Обязательно Кто Будет Отвечать За Их Неукоснительное Выполнение Со Сроками За то Чтобы Они Достигали Нужного Результата Потому Что В том Режиме Многозадачности Если На этом Не акцентировать Внимание То Практика Показывает Что Многие Функции Вернее Многие Программы По совершенству Они В итоге Не Реализуются Они Остаются На бумаге Ну И Завершающий Наверное Цикл Производства Такой Хороший Хорошая Крупная Функция Это Функция По Работе С Публикой Это Некий Пиар Департамент И Его Ключевая Задача Это Расширяющаяся Область Деятельности И Новые Клиенты Мы Организовали Бизнес Создали Классную Бизнес Идею Мы Нашли Персонал Который Помогает Нам Эту Идею Реализовывать Мы Продали Наш Продукт Собрали Деньги Обеспечили Производство Добились Того Чтобы Этот Продукт Был Безупречного Качества И Следующая Наша Задача Донести До Рынка Наш Успех Рассказать О нашем Продукте От Тех Преимуществ Которые Этот Продукт Как он Изменил Жизнь Людей И Эта Функция Она Не просто Рассказывает И доносит Эту информацию О том Какие мы Молодцы Она Направлена На то Чтобы Вовлекать Большое Количество Потенциальных Клиентов Чтобы У людей Начинал Проявляться Интерес К нашим Услугам И Они Переходили К нам В коммерческий Отдел Во второй Который Мы уже С вами Разобрали И Здесь Есть Три Под Функции Очень Важных Функций Я Сейчас О них Расскажу И Это Отдел По Связям Со Общественностью То есть Тот Пиар Отдел О котором Мы уже Начали Говорить Который Пиарит Везде Доносит До Внешнего Мира Какие Вы все Таки Молодцы И то Что Мы Есть На Этом Рынке Очень Важная Часть Пиара Это Внутренний Пиар И На Это Нужно Делать Тоже Большой Акцент Это Внутренний Пиар Занимается Тем Что Формирует Положительный Имидж Работодателя Компании В глазах Сотрудников И Кроме Того Внутренний Пиар Занимается Тем Что Облегчает Нам Последующий Наим Потому Что Когда Наши Сотрудники Понимают Все Преимущества Когда Им Кайфово В нашей Компании Когда Они Становятся Некими Проводниками И Когда Новый Кандидат Приходит К нам В компанию Он Уже Либо Наслышан Либо Получает От Внутренних Сотрудников Какую-то Информацию Которая Ему Тоже Кажется Интересной И Он Хочет Работать В нашей Компании То есть Вот Пиар Это Все Что Помогает Нам И Расширять Потенциальных Клиентов И Улучшать Наим И Работать Над Лояльностью Наших Сотрудников В компании Следующий Отдел Очень Интересный И Полезный Отдел И Хочу Чтобы Вы Обратили На него Внимание Это Отдел Водных Услуг Что Такое Водные Услуги Это Какая-то Частичка Наших Основных Услуг Которые Мы Предлагаем Клиенту Или Бесплатно Или За Абсолютно Символическую Плату Для Того Чтобы Он Попробовал Немного Чтобы Он Ну Как-то Расколоть Вот этот Лед В наших Взаимоотношениях Чтобы Он Проявил Интерес К Нашим Основным Услугам И Чтобы Сформировать Некое Доверие На этом Этапе Обычно Это Делается Таким Образом Чтобы Не Напрягать Ни Производственное Подразделение Ни Коммерческое Подразделение Чтобы Ради Этого Не Нужно Было Каких-то Глобальных Трудозатратных Вещей Делать И Это На самом Деле Очень Хорошо Работает Этому Этой Идеей Уже Сотня Лет Но Пока Еще К сожалению Не все Ее Применяют На практике Если Взять Мои Услуги К примеру Кадровые Или Услуги По рекрутингу То Одна Из наших Вводных Услуг Это Предоставление Возможности Сделать Онлайн Оценку Кандидата То есть Любой Работодатель Может Обратившись К нам Получить От нас Ссылку На Онлайн Тест И оценить Своего Кандидата Получить Результат Этого Теста Это Недорого Это Быстро Но Таким Образом Он Получает Первое Соприкосновение С нами И мы Доносим До него Определенную Информацию Потом О наших Услугах Передавая Его данные В коммерческое Подразделение На более Близком Примере Автосалоны Которые Продают Автомобили Тест Драйв Это Та же Вводная Услуга Это Услуга Которая Ничего Не стоит Для клиента Недорого Стоит Для самого Автосалона Но Которая Позволяет Пощупать Потрогать Почувствовать Запах Мощность Я не знаю Комфорт Автомобиля Понимаете Вот И Сформировать В общем-то Интерес К дальнейшей Покупке И Таких Примеров Сотни И Мы Даже Как-то Составляли Список Предположительно Вводных Услуг Для разных Видов Бизнеса Это Очень Длинный Список Очень Много Идей Проектные Компании Делают Какой-то Расчет Какой-то Предварительной Сметы Компании По производству Мебели Тоже Делают Предварительный Эскиз Это все Является Вводными Услугами То, что Не занимает Много Времени То, что Провоцирует В общем-то Дальнейший Интерес К основной Нашей Услуге Ну и Следующий Отдел Это Отдел По работе С С партнерами Я скажу Что Каждый Из нас На старте Начала Своего Бизнеса Или Какого-то Дела Очень Активно Работал В этом Направлении Но В дальнейшем Мы Как-то Обрастая Объемами Обрастая Инструментами Управления Начинаем Уходить Больше В сторону Рекламы А зря А зря Забываем Про это Отдел По работе С партнерами Предполагает Что Мы Работаем С Какими-то Коллегами По рынку Либо Просто С людьми Которые Становятся Нашими Агентами По сути Предлагают Либо Рекомендуют Нас Мы Может быть В каких-то Случах Рекомендуем Их Здесь Несколько Категорий Партнерства Может быть Это Может быть Просто Агенты Которые Получают Комиссию Это Могут Быть Компании С которыми Вы Работаете В одной Сфере На рынке Но Которые Не Являются Вашим Прямым Конкурентом К примеру В моей Сфере Тренинговые Компании Не являются Моим Прямым Конкурентом Но Они Работают Точно Так С HR Специалистами То есть У них У нас Одна Потенциальная Аудитория Если Они Ведут Тренинг Какой-то И Видят Что Есть Проблемы С наймом Или Какие-то Еще Наши Услуги И Могут Быть Полезны Их Клиенту Они Рекомендуют Нас Аналогичным Образом Поступаем И мы Когда Мы Приходим В компанию С наймом И видим Что Есть Какие-то Потребности В обучении Мы Можем Предложить Наших Партнеров Таким Образом Мы Содействуем Друг Другу В общем Поднимаем Экономическую Составляющую Наших Взаимоотношений Ну а Если Такого Обмена Не происходит То Можем Точно Так же Где-то Выплатить Им Комиссию За Вот Эту Рекомендацию Ну и Большая Работа С Ассоциациями Вы Знаете Мы Часто Ассоциации И Одна из Ключевых Задач Ассоциаций Как я Это Понимаю Это Создавать Наилучшие Условия Для членов Ассоциации Наилучшие Условия Присутствия На рынке И поэтому Можно Продвигать Себя Через Единый Орган Отраслевой Через Ассоциацию И Это Куда Быстрее Иной раз Получается Чем Работать Индивидуально С каждым Представителем Отрасли Потому Что Объединяет Всех Участников Отрасли Делает Определенные Рассылки И Ассоциация Может быть Вашим Оператором В этой Работе Ну и В итоге Тем самым Расширяем Область Деятельности Наши Потому что Мы Даем Возможность Узнать О наших Услугах Большому Количеству Клиентов И о нашей Компании Ну и Таким образом Получаем Новых Потенциальных Клиентов В Коммерческий Департамент Все Эти Функции Должны Быть Даже В самой Небольшой Компании На первый Взгляд Может Показаться Что Я Рассказал О чем-то Глобальном Что Этого Очень Много На самом деле Если Проанализировать То Все Эти Функции Уже В какой-то Степени Вами Реализуются Они Просто Так Не Формализованы Как Я Вам Сегодня Об этом Рассказал И Независимо От Размера Компаний Состав Этих Функций Он Не Меняется Я Рассказываю Вам Сегодня С моей Точки Зрения Идеальную Структуру И идеальный Набор Функций Которые Присутствуют В любой Компании И Если Не Будет Работать Хотя Бы Одна Из Этих Функций То У Все Организации Будет Приостанавливаться Или Останавливаться Цикл На Каком-то Из Этапов Очень Интересная Тема Спасибо Продолжаю Так Мне Необходимо Вернуться На Несколько Слайдов Назад Я Вам Уже Показывал Этот Слайд Это Вот Те Наших Семь Подразделений Семь Основных Функций И По Три Отделов Каждый Из них Итого 21 Отдел И Я Еще Раз Хочу Ну Представить Теперь Уже Замкнутый Процесс Еще Раз Пройтись По Этому Процессу Чтобы Что Нибудь Производить И Развиваться Нам Необходимо Выполнить Вот Эти Семь Основных Действий Это Создать Конкурентную Идею В Административном Реализуя Административную Функцию Привлечь Людей Это Найм Это HR Расставить Их По Местам Привлечь Клиентов И Продать Нашу Идею Это Распространение Собрать Деньги И Заплатить По Нашим Счетам Ну Соответственно Это Финансовое Отделение Реализовать Идею И Представить Готовый Продукт Чем Занимается Техническое Отделение Или Департамент Следующим Этапом Проверить Доволен ли Клиент Это Квалификация Или Качество О чем Мы Говорили Ну И Если Доволен То Рассказать Всем Что Мы Успешно Умеем Реализовывать Эту Идею И Так По Новой Я думаю Можно Будет Скачать Презентацию Здесь Есть Вопрос Можно Ли Ее Скачать Я Хочу Подчеркнуть Что Нам Может Показаться Что Здесь Очень Много Функций И Нам Придется Раздувать Свои Штат И Что Для Нас Это Что-то Ну Пока Еще Заоблачное Нет Могу Вас Успокоить Функция Не Равно Человек Организующая Схема Это По сути Для вас План Развития Компании Когда Вы Вот В таком Виде Ее Визуализируете Вы Видите Какие Функции У вас Еще Не Реализованы Ну И По сути Ставите В план Развития Если Такая Функция Не Будет Вот Так Материализована Не Будет Вам Велика Вероятность Того Что Она Не Будет Реализована Ну В общем Искусственно Там Где Нужна Организация Везде Работает Этот Принцип Это Просто Какая Аксиома И Сейчас Я Вам Это Докажу Давайте Возьмем Самый Простой Пример Который Понятен Будет Все Туристическая Поездка Вот Я Захотел Поехать Отдохнуть С Друзьями Потому Что Мне Нужна Организация Да Мне Нужны Согласованные Действия Как Мы Говорили В Это Административная Функция Дальше Я хочу Должен Понять С кем Я Поеду Кого Я Хочу Пригласить Почему Я Хочу Пригласить Какими Качествами Должен Обладать Эти Люди Какие У нас Общие Интересы Должны Быть Будет Ли Мне С ними Комфортно Это HR Функция Следующая Идея Когда Я Принял Для Себя Уже Решение С кем Я И говорю Друзья Есть Хороший Тур Давайте Съездим Туда Будет Супер Идею Продаю Это Коммерческая Часть Дальше Идет Финансовая Мы Должны Собрать Деньги И оплатить Наш Тур Да Тут Все Пока Логично Я думаю Что Логично После Этого Мы Реализуем Наш Отдых Это Техническая Часть Когда Мы Едем Наслаждаемся В общем Получаем Все Преимущества Нашей Идеи И За ним Мы Начинаем Оценивать То есть Получили мы То что хотели А соответствовал ли Отель Тому что Мы Ожидали Насколько Там был Внимательный Персонал И так далее Понимаете Мы начинаем Немного Анализировать И это Функция Квалификации Как раз Контроля Качества Нашей Идеи Насколько Она Качественно Была Реализована Ну и дальше Уже Когда мы Хорошо Отдохнули Мы Приезжаем К себе На родину И начинаем Рассказывать Внешнему миру Как это было Классно Пусть даже Вы рассказываете Это не всем Но все равно Из категории людей Кому вы Рассказываете Возможно Даже с перспективой Того что В следующем году Они присоединятся К вашей команде Тем самым Мы можем Увидеть Что это Не искусственный Порядок Функции Это Естественный Жизненный Принцип Которым мы Пользуемся Даже не Не осознавая Это А как Вы думаете Развитие Компании Будет зависеть От самой Сильной Функции Или От самой Слабой Кто-нибудь Есть В онлайне Развитие Компании Будет зависеть От самой Сильной Функции Или От самой Слабой Ото всех Пишет Ирина Угу Плюс От сильных Гульнар Отвечает От сильных От обеих От К сожалению Правда Жизни В том Что Поток Производства В наших Компаниях Будет Зависеть От Самых Слабых Игроков От Самой Слабой Функции И я Вот В подтверждении Этого Хочу Привести Вам Несколько Примеров Такой Командной Игры Командной Жизни И вот Здесь Слайд С альпинистами Если мы Говорим О том Когда все Эти Альпинисты Как скоро Все эти Альпинисты Группа Доберется До Своей Вершины То Скорость Будет Зависеть Не от Того Как доберется Первый Самый Сильный А от Того Когда Этот Восхождение Совершит Самый Слабый И Этому Есть Масса Примеров Давайте Возьмем Пример Эстафеты Если В командной Игре В эстафете Несколько Сильных Бегунов К примеру И Один из них Ну Есть А слабый То Усилия Всех Первых Трех Могут Быть Просто Бессмысленны Если Четвертый Ну Был Очень Слабый Понимаете В групповой Игре Всегда Скорость Потока Скорость Развития Зависит От Самого Слабого Места Поэтому Какие Бы у нас Замечательные Сотрудники Не были Как бы Они Не были Производительны Развитие Нашей Компании Будет Останавливаться Именно От Производственной Мощности И силы Самого Слабого Игрока Давайте Возьмем На бизнес Примерах Рассмотрим Это Возьмем Бухгалтерию Достаточно Бухгалтерии Не вовремя Оплачить Счет За Телефон Или интернет Как все Производство Встанет На месте Клиенты Начинают Нас Терять Паниковать У них Нет С нами Возможности Связаться Ну А не Вовремя Сданный Сделанный Расчет По заработной Плате Может Демотивировать Наших Сотрудников Ну И тоже Снизить Интенсивность Нашего Производства Согласны? Другой Пример Если Производство Не выполняет Свою функцию То есть Производство Является Этим Слабым Местом То Иногда Приходится Приостанавливать Продажи Потому что Нет Продукции Которые Необходимо Продавать Либо Нет Нельзя Реализовывать Более Сильно Продажи Потому что Производство Просто Не в состоянии Выполнить Тот заказ Который Через эти Продажи Может Прийти Ну И Масса Примеров Где Вот Слабое Место Приводило К потере Клиента Какого-то И весь Поток Производства Останавливался Есть еще Пример Который Мы Рисуем Обычно Это Шланг Так вот Если по шлангу Пустить воду И пережать Его в одном месте То Скорость Потока Воды В этом шланге Будет Равняться Самому узкому Месту Вот Этот принцип Работает И здесь И везде И Тут Я веду К тому Что Компания Является Единым Организмом И мы С вами Все Находимся В одной Лодке Мы Зависим Друг от Друга И Каждый Из нас Вносит Существенный Вклад В развитие Компании И наоборот Когда Один из Нас Перестает Выполнять Какую-то Функцию Останавливается Развитие Всей Компании И Организующая Схема В том Виде В котором Я вам Ее Представил Из Вот Того Набора Функций Она Очень Хорошо Помогает Обнаруживать Эти слабые Места Узкие Места Нацеливать На них Внимание Ну Выправлять Их В общем-то И Выстраивать Поток Дальше Это Организующая Схема Моей Компании Я вам Уже Говорил Что Функции Это Неравно Люди И У каждого Из вас Возможно После Сегодняшнего Вебинара Появится Что-то Подобное Так Я хочу Сказать Что Если Вам Кажется Что Вот Здесь Какое-то Количество Большой Функции И Это Для вас Неприемлемо Нереализуемо То Это Нормально На самом деле Организующая Схема Всегда Содержит Больше Функции Чем Есть У вас Сейчас Она Является Неким Планом Развития Как мы Уже Сказали Организации И Поэтому Всегда Должна Быть Больше Чем Текущее Положение Дел Поэтому Не Бойтесь Того Что На Организующей Вашей Схеме Будут Функции Которые Важны Но Их Сегодня Пока Никто Не Выполняет Если Они Будут На Организующей Схемы Если Вы Их Поставите Туда Напишите Визуализируйте То Со временем Они Появятся И в жизни Ну А Если Нет То Возможно Их Не Будет Никогда Ну И Таким Образом Мы С вами Сегодня Рассмотрели Оптимальный Набор Функций Мы Сказали Что Их Семь Их Последовательность И Посмотрели Как Это Работает На Различных Примерах Ну И Предназначение Этих Функций Тоже Разобрали Следуя Такой Схеме Вы Сможете Структурировать Все Функции В ваших Компаниях Связать Их В единую Систему И Не Упускать С виду Те Функции Которые Пока Еще Не Реализуются Но Я Вас Поздравляю Теперь У Вас Есть План Построение Вашей Организации Жду Ваших Вопросов У У меня Все Нам не Было Идеи Показать Вам Слайд До Нюансов Я Хотел Вам Показать То Как В принципе Может Выглядеть Организующая Схема Вашей Компании Если Вы Займетесь Этим Вопросом Ребята Я Здесь Я Жду Вопросы Пожалуйста Не Стесняйтесь Задавайте С удовольствием Отвечу Поступил Вопрос А сколько Сотрудников У Вас Компании У меня В компании Работает Порядка 60 Сотрудников Но Я Знаю Успешные Компании Которые Внедряли Подобную Организующую Схему В компании Из 10 Человек Пишут Нет Звука Эдхантером Сотрудничайте С чем Связан Ваш Вопрос В каком Контексте Вопрос 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 С Вопрос Вопрос Продолжение следует... Самое оптимальное решение для того, чтобы все ваши процессы связать в единую систему. Желаю всем удачи, успеха и развития вашему бизнесу и вашему делу. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...